Добрый день, уважаемые коллеги. Напишите, пожалуйста, слышно меня? Отлично. Огромное спасибо. Еще раз добрый вечер. Мы приветствуем вас, лидеры Центральной России и наших гостей, конечно же. Вас приветствует сегодня Воронежский филиал и я, региональный менеджер по продажам Елена Воронина. Сегодня у нас будут потрясающие спикеры. Я думаю, что всем вам очень понравится их выступление и самое главное, оно будет очень полезным. Ну и хотелось бы мне начать с того, что действительно мы с вами работаем в великой компании, которая прежде всего сильна своим брендам. Мы гордимся нашими ценностями и мы сильны этими ценностями с самого первого дня основания. Нашей уникальной продукции, которая создана в Союзе науки и природы. У нас самый сильный план успеха и самое выгодное предложение на рынке. И сейчас одним из главных фокусов для нас с вами является развитие лидеров, лидерства, а именно формирование быстрорастущей лидерской базы, которая состоит из лидеров, самостоятельных MLM лидеров, ориентированных прежде всего на клан успеха и закрывающих новые звания. Однозначно мы как компания, я уверена, что вы нас поддерживаете, мы фокусируемся только на ростах. От чего же зависит наш успех? Ну прежде всего, конечно, любой успех зависит от количества последователей, которые повторяют ваши действия. И именно это влияет на ваш личный результат. Чем больше в вашей структуре последователей, которые исполняют свои мечты, которые закрывают новые звания по плану успеха, тем более высокое звание вы достигаете по лестнице успеха. Чем больше денежных наград получают члены вашей структуры, тем успешнее вся структура в целом. На вашем пути к званию, естественно, вы выполняли определенные обязанности. Эти обязанности были свои на каждом этапе. Начав как консультант, вы, естественно, пользовались продукцией. Вы показывали каталоги, вы приглашали и приводили других людей на презентации возможности Арифлейн, вашего спонсора. Конечно, вы принимали участие в проведении мероприятий вышестоящего директора. То есть принимали активное участие в подготовке и проведении этих мероприятий. Следующий уровень, достигнув его, а это менеджерский уровень, естественно, каждый из вас был уже хорошо натренирован и обладал отличными навыками приглашения и рекрутирования. Действительно, вы уже самостоятельно организовывали процессы приглашения и рекрутирования уже маленькой вашей ключевой команде. Вы формировали и до сих пор ваши менеджеры, и это правильно, формируют вашу собственную ключевую команду, свою собственную ключевую команду. Чуть выше это уровень директора, достигнув которого вы продолжали организовывать процесс рекрутирования уже с уровня директора. Вы фокусировались на поддержании активности вашей персональной группы, вы занимались коммуникацией тех инициатив, которые предлагает нам компания и проводили мероприятия уже директорского уровня. Развивали лидеров, проводили всевозможные тренинги и фокусировались на командной работе. Вы уже наставник, который ставит цели, отслеживает результаты, помогая своим лидерам стать независимыми и успешными, такими же, как и вы. И так далее, так далее, вверх по лестнице успеха. И сегодня, кроме консультантов и менеджеров, у многих из вас в ваших ключевых командах есть независимые лидеры, директора. Действительно, у вас сейчас потрясающая, очень великая, на мой взгляд, миссия – быть лидером для независимых лидеров. Что же это означает? Ну, конечно же, это означает быть примером для подражания для своих независимых лидеров. Но прежде всего, конечно, это демонстрировать правильное, верное отношение к бизнесу. Расшифровать это отношение своим независимым партнерам – это мыслить позитивно и привлекать всех крайне дистринированными. Соответственно, здесь очень важное такое выражение есть. Сделай это прямо сейчас. Это действительно работает. Это то, что вы делаете. Делайте каждый день. Конечно, каждый из вас фокусируется на достижении поставленной задачи, а не на решении проблем. Вы расширяете свое видение. Это тоже один из главных аспектов вашей роли – быть лидером для независимых лидеров. Вы формируете мировоззрение, топ лидеров Арифлейн. Вы сотрудничаете с компанией, с руководством на принципах партнерства прежде всего и стратегического роста. Вы ставите перед собой стратегические задачи и, соответственно, эти задачи ставите перед своими лидерами. Учитесь друг у друга – это на самом деле очень и очень важно. Каждый из вас, и ваши менеджеры, и ваши директора занимаются самообразованием. Это тоже важно. Чтение книги, литературы. Понимаете участие во всевозможных тренингах. Проводите вебинары, всевозможные мероприятия различных уровней. Вы делитесь своим видением с ключевой командой и структурой на тех мероприятиях, которые вы проводите. Конечно, вы поддерживаете наши ценности – единство, дух и страсть. И вы занимаете своей ежедневной работой со страстью. Вы каждый день подчеркиваете важность, единство, работу в слаженной команде профессионалов, нацеленных на одну единственную общую цель. Вы демонстрируете дух, который действительно вдохновляет очень многих и многих людей, с которыми вы общаетесь. Естественно, вы обучаете, развиваете и наставляете. У хорошего учителя характеризуют прежде всего хорошие студенты. То есть от вашего поведения, скажем так, от вашего настроения и от вашего профессионализма зависит очень-очень многое. Вы обучаете своих лидеров, проводя всевозможные тренинги. Вы настраиваете людей на успех. Вы поощряете своих лидеров поиском новой мечты, установкой следующей цели. Вы оказываете каждому из них поддержку и отслеживаете результаты. И, конечно, вы делаете людей успешными. Вы тысячи людей делаете успешными благодаря тому, что они поверили прежде всего вам. Они поверили все возможности, которые дает компания. И они уже сейчас реализуют свою мечту. Кто же такой независимый лидер? Это тоже очень интересный вопрос. И как вырастить независимого лидера? Какими качествами должен обладать независимый лидер, который, возможно, скоро появится в вашей структуре? А, возможно, сейчас их уже и несколько таких лидеров. Какие действия предпринимать этот лидер должен? Ну, прежде всего, могу сказать одно. Вы настоящие независимые лидеры. Это те люди, у которых есть мечта. Вы ставите цели и планируете результаты. Вы понимаете свое значение и, скажем так, те обстоятельства, которые вас окружают, и пользуетесь теми возможностями в полной мере, которые дает компания. Вы действуете, самое главное, и добиваетесь результата. Вы вдохновляете тех людей, которые есть в ваших структурах. И самое главное, это растете по лестнице успеха. Есть несколько преимуществ развития независимых лидеров, да, и мы об этом сегодня будем говорить, и наши спикеры будут выступать на эту тему, развивать эту тему. Какие же преимущества? В процессе развития независимых лидеров каждый из вас создает им крепкие основы лидерства в своей структуре, как в ширину, соответственно, так и в глубину. И тем самым вы своей работой и активностью закладываете стабильный фундамент, который дает вам два самых главных преимущества. Это получение максимального дохода и строительство стабильного бизнеса. И давайте буквально в двух словах рассмотрим эти два преимущества. Что же дает вам структура, растущая в ширину? Новое звание, однозначно. Денежные премии за каждый новый уровень лестницы успеха. Естественно, это бонус, 5-процентный директорский бонус с объемом продаж первого уровня. Ну и вниз по структуре. Квалификация на международной конференции. Да, однозначно. Уровень в рейтинге. Право на получение дохода с ваших ниже стоящих групп. То есть квалификация на бонусы с глубины вашей структуры. Что же вам дает развитие структуры в глубину? Прежде всего, это возможность получать все бонусы, а не только бонус 5% директорский. Все вплоть до самого-самого высокого бонуса. Естественно, это высокий уровень дохода и стабильность структуры. И когда вы строите прочную и сбалансированную структуру, как в ширину, так и в глубину, вы обеспечиваете себе рост своих доходов и стабильность вашего бизнеса. Второе преимущество развития независимых лидеров – это стабильность. Что это означает? Построение стабильной структуры дает несколько преимуществ. Ну, прежде всего, это преимущество – возможность расставлять приоритеты в своей работе. Вы, как настоящие лидеры, фокусируетесь, сфокусируете свое внимание на конкретных областях развития. На тех областях, которые приносят вам максимальный доход и, естественно, скорость развития. Для вас это свобода действий. Вы можете путешествовать с своей семьей, не боясь, что ваша структура развалится в то время, пока вы отсутствуете. Следующее – это уверенность в будущем. Это стабильный доход, это возможность передать свой бизнес по наследству. Это реально уникальная возможность, которая есть в компании «Алифлей». И для того, чтобы лидеры имели возможность воспользоваться всеми этими преимуществами, конечно, нужна система. Система рекрутирования, сопровождения, мотивации, планирования и контроля. И вы знаете, статистика такова, что самые успешные лидеры, растущие лидеры, которые показывают реально быстрый и классный результат, «Алифлей» является настоящей движущей силой, которая обеспечивает вам поток людей. И вот сейчас я хочу пригласить первого спикера, который поделится своей системой рекрутирования. Это директор из Курска Анна Алексеева. Анна – грамотный, лояльный и активный лидер. Она настоящий наставник и мотиватор для своей структуры. Команда Анны славится отличным рекрутированием. Причем это команда, которая работает офлайн изначально. Ну, естественно, привлекая дополнительные методы и способы. За прошедший год структура Анны пополнилась на 402 стартера, 380 рекрутов. То есть в среднем мы посчитали по 22 рекрутов в каталог на директорскую структуру. У Анны грамотная система рекрутирования. А также наличие правил работы в команде. Именно это позволило Анне за год вывести 22% структуру в первом уровне с отрывом 8000 баллов бонуса. И открыть звание старшего директора. Аня убеждена, что система рекрутирования – это залог успешных квалификаций. Анечка, пожалуйста, тебе слово. Прихода в Арифлейн познакомимся с вами. В компанию я пришла сама. Что-то меня не видно, да? Слышно? А меня? Ну, конец. Слышно. Меня слышно сейчас? Слышно хорошо, да? Прекрасно. Но не видно. Или видно? Видео нет, да? Сейчас, секунду. Леш, отойди. Так, наверное, сейчас. А, вот. Видно, да? Так, хорошо. Будем продолжать. Все. Все в порядке. Все наладилось. Продолжить свою историю, да, в Арифлейн я попала по собственному желанию. Меня, в принципе, сюда никто не приглашал. И как это случилось, да? Последнее место моей работы до Арифлейн – это бухгалтер. Стаж 10 лет. И достаточно серьезной организации военной. С хорошей зарплатой. У меня два высших образования. Моя семья – это двое детей и мой муж. Находясь в декрете, как это часто случается, да, мы слышим эти истории, сразу стал искать дополнительный доход. Но ничего не нашла. И вот что-то у нас с видео, да, происходит. Немножко притормаживает. Но я буду продолжать. Я думаю, все наладится. Итак, видимо, мои мысли притянули информацию об Арифлейн. И я случайно, буквально услышала, что одна очень хорошая знакомая в Арифлейн хорошо зарабатывает и даже собирается бросить работу, заниматься только Арифлейн. И, конечно же, я решила сразу пойти и послушать, что же здесь предлагается. Нам на работу приносили каталог, и на нем был номер телефона. Я позвонила по этому номеру телефона и попросила о встрече. Но, знаете, даже мне встречу назначили, но не сразу про меня как-то вспомнили. Я еще несколько раз перезвонила и говорила, ну что там, как с моей встречей, когда же мы встретимся. И, наконец-то, эта встреча состоялась. Мне провели в офисе ВОО, нарисовали кружочки и зарегистрировали за 149 рублей. Я даже не спрашивала, никаких акций еще не была в курсе. Вручили маркетинг-план, каталог, и я пошла домой. Ну, первое, что я сделала, я же пришла деньги зарабатывать, конечно, я прочитала маркетинг-план. Ну, где-то дочитала до середины, я что-то поняла, что как-то не очень мне здесь все понятно. И бросила это дело, взяла каталог, показала своим трем знакомым. И все мне, конечно, отказали, потому что делала я очень это скептически, неуверенно. Предполагаю все-таки, что, ну, наверное, здесь не очень-то можно заработать. Тем не менее, сделала свой небольшой заказик, пришла в офис его забирать. И думаю, ну, заказ сделала. Я, в принципе, до этого по каталогам... Да, трем по каталогам заказываю не делала. В основном я совершала покупки в магазинах. Ну, вот какое-то у меня было такое отношение скептическое. И, придя в офис, я встретилась со своим спонсором, кто давал мне, да, проводил презентацию. И сказал, что, наверное, я... Наверное, это не мое. Что-то никто ничего не захотел заказывать. И на что мне спонсор ответил. А помнишь, я говорила о том, что здесь еще можно приглашать людей. И вот у меня есть такие свободные дни, в которые ты можешь приглашать. Слайды у нас еще должны продолжаться, если возможно, это. И еще можешь приглашать по бизнесу на встречу или на мастер-класс. Я, как послушный, работавший 10 лет бухгалтером человек, я поняла, что, что сказали, то надо делать. Привела 5 своих знакомых на встречу. И одновременно узнала расписание обучения и стала ходить на все обучения. Больше даже для того, чтобы, ну, убедиться, что, скорее всего, здесь, наверное, денег нет. И взяла книги почитать, литературу. Посещала, посетила одно большое такое мероприятие было у нас в городе. И таким образом стала все больше и больше вовлекаться в процесс. И быстро, достаточно быстро начала проводить презентации сама. Спасибо спонсору, что, в принципе, менянкалась и дала возможность больше самостоятельности. И пришло быстрое понимание того, что это мой бизнес, что у меня здесь нет начальника. Да, вот иногда действительно можно дальше уже этот слайд. И пришло понимание того, что это классно, здорово, что действительно здесь есть возможность куда развиваться. Есть возможность карьерного роста. Личностное развитие. То, чего, в принципе, на обычной работе я не могла бы получить. Но, к моему тогда большому сожалению, уволиться с работы я не решилась. И все-таки вышла и продолжала работать. Но сразу получился в бизнесе застой. Процесс роста замедлился. И я приняла такое нелегкое решение для себя, для моей семьи. Некоторых семья сразу поддерживает. У меня это получилось не сразу. Поэтому, может быть, еще и пришлось вернуться на какое-то время на работу. Я приняла решение уволиться с работы. И все коллеги, конечно, очень удивлялись, что такая у нас солидная организация. Разве можно куда-то отсюда уйти? Здесь сюда, в принципе, устроиться даже сложно. А тут в Reflame. Так что я своим уходом повысила сразу нашу компанию во в глазах. Что такой хороший сотрудник, как я, ушла в компанию Reflame. И уже директора я закрывала, работая только в Reflame. Что же появилось благодаря Reflame? Ну, вот на этих фотографиях мы видим, это и банкет директоров, это и чествование, и поздравление, и катание на лимузинах. Покупка автомобиля. И, конечно же, незабываемая, мне просто посчастливилось побывать в Швеции. Незабываемая поездка. Меня взяли гостем, где я побывала в Нобельхоле. И даже на этом уже не присутствовала королева Швеции Сильвия. Я вот как бы до сих пор даже в это не верится. И это еще больше укрепило мою веру в правильности выбора. То, что так здорово, что я приняла когда-то для себя сложные решения. И нужно было это делать гораздо раньше. И я считаю, что компания Reflame, и нам повезло именно попасть сюда, действительно рассмотреть эту возможность, может быть, через тернии, через какие-то сомнения, да. Но мы сделали в итоге правильный выбор. Я считаю, что и успех в нашей компании, одним из главных критериев успешной работы, это то, что твоя работа должна приносить тебе удовольствие, должна тебе нравиться. Ты в этом деле должен стать профессионалом. И, конечно же, за этим придет и моральное удовлетворение, и материальное. Рекрутинг – это основа нашего бизнеса. И то, как мы его делаем, с каким удовольствием в системе, не превращая в рутину, зависит и, безусловно, наш успех и успех нашей команды. Если мы к этому еще добавим креатива, фишек, свойственных только вам и вашей команде, и начнем действовать, и будем действовать без промедлений, сегодня работаю, завтра не работаю, да, мы определенно в этом бизнесе достигнем больших успехов, что подтверждают многие лидеры. Наш бизнес нужно делать с удовольствием. И я вам сейчас представлю свою структуру. Она выглядит таким образом. Здесь два поколения, да, моей структуры. Это разные люди, они приглашены разными методами. И вот первый зеленый человечек появился у меня, это 22% группа, и действительно отрывы от нее составляют больше 8000 баллов. И я уверена, что скоро подтянутся и еще пару групп. Я являюсь постоянным получателем бонуса «Мой автомобиль». Ну, не пропускаю ни одного каталога, так что у нас постоянный рост в структуре. Конечно же, у разных лидеров ваших структур может быть разные темпы работы, разный рост, быстрый или, может быть, чуть медленней. Поэтому я для себя понимаю так, что я должна быть примером. И поэтому не прекращаю лично приглашать в первый уровень и выявлять новых лидеров. Это происходит на постоянной основе, конечно же. Какими же методами работает моя команда? Давайте посмотрим следующий слайд. Здесь действительно реальные методы, которые кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени работает. Если посмотреть в процентном соотношении, то проценты распределились так, да? 60% – это холодный метод работы, теплые контакты – 30% и онлайн-приглашение – 10%. Сейчас я немножко остановлюсь на статистике и охарактеризую методы поподробнее, как мы ими работаем. Вот это статистика моей команды. Ну, как правило, новичок, пришедший к нам в команду, мы начинаем с ним работать со списка знакомых. Предлагаем написать, что человек своих знакомых, как мы это делаем. Во-первых, мы, конечно, делаем с ним вместе это, чтобы дома, как правило, особо почему-то не пишется. Поэтому под присмотром спонсора стараемся писать с каждым новичком. Три способа пополнить эти списки. Во-первых, так называемое дерево знакомых, да? Это близкие, родственники, друзья, друзья родственников, родственники, друзей, соседи с одной площадки, коллеги по работе, рекомендации ваших знакомых. Готовая уже база, да, которая у нас есть. Это, конечно же, контакты в телефонах, фотоальбомы, опять же, одноклассники, однокурсники, сокурсники, посещение каких-то автошкол, знакомые по клубам, по кружкам и так далее. Третья категория – это специалисты, да, которым мы обращаемся в течение жизни непосредственно. Учителя, врачи, парикмахеры, сотрудники ЖЭКа, ну и так далее. Почему там 100 человек, да, вот некоторые пишут 500? Ну, этот список постоянно пополняем. Он не остается вот в таком замороженном виде. То есть назначаем встречи, звоним 3 человек, 3-5 человек из списка предлагаем сразу позвонить, и каждый день добавляем еще 3 человека. Из каждой категории мы предлагаем написать по 30 человек, да, ну вот получается 90-100 человек. Так, когда разбиваешь на категории, там действительно легче заполнять. У человека сразу приходит, он понимает, что 100 человек вроде как много, а когда по категориям, это облегчает. И если список знакомых написан качественно, то это обеспечит нескончаемый поток людей. Ну, а с приходом интернет найти своих знакомых стало гораздо проще. Этот метод иногда консультантами отрабатывается недостаточно. Недостаточно, может быть, качественно, да. Бывает, что мы озваниваем 5 человек первых, показываем, как это делать, а потом, особенно если получаем какие-то отказы, да, то новичок перескакивает на другие методы, и это неплохо, что он берет еще другие методы, но немного не получается, что забрасывает вот эту работу со списком знакомых, а как-то отодвигает на второй план. И еще такой момент бывает у новичков, что он говорит о том, что, ну что я вот сейчас, о чем я могу рассказать, если этот человек там какого-то определенного статуса, что у меня еще нет заработка, у меня еще нет каких-то больших чеков, но мы всегда можем пропиарить своего спонсора, свою компанию, быстрорастущую, да, что мы находимся в команде спонсора, какие у него легалии. То есть это в итоге нужно объяснить новичку и не бояться, немножко на контролируемый процесс именно работы со списком знакомых. Если в списке знакомых вам человек сказал нет, то мы не вычеркиваем такого человека, да, мы ставим около этого нет дату, когда нам сказали нет, и еще можем к нему, конечно же, вернуться. Некоторые по статистике соглашаются седьмого раза. Ну и, конечно же, если мы не пригласим наших знакомых, то это может сделать кто-нибудь другой для нас. Очень важный метод для меня и для моей команды – это рекомендации. Ну, такая тоже статистика, что по рекомендациям 70% людей приходят к нам в структуру. Я считаю, что этот метод должен войти вообще в привычку, упростить все время рекомендации, да. И у знакомых людей, и у малознакомых людей достаточно простую фразу произнести. У тебя есть знакомый, который, или у вас есть, да, знакомый, который ищет работу или дополнительный доход? Во-первых, вы этим вопросом смещаете акцент, да, и для вас это более, ну, это 7 раз, это не каждый день нужно звонить, немножко вернуть, да, назад, не каждый день звонить, а, конечно же, через месяц, через полгода и так далее. Но человек из вашего списка не должен кануть, пропасть куда-то, да. Продолжаю. По рекомендациям. Вот задаем такой простой вопрос. Я на своем опыте часто на такой вопрос слышу ответ, а почему ты мне не предлагаешь, не делаешь мне такое предложение. Или есть, например, другой ответ, да, кто знает, что я в Арифлейм, они говорят, Арифлейм будешь предлагать? Я говорю, да, это связано с Арифлейм, у меня совсем новое интересное направление, замечательное предложение, можно очень хорошо заработать, занятость 2-3 часа в день. Это просто, действительно, приносит очень хороший выход, и у меня это уже вошло в привычку, брать рекомендации. По методу приглашения на мастер-классы и сессии. Эти методы, в первую очередь, увеличивают, сближают нас с людьми, да, увеличивают продажи комплексных наборов, обеспечивают приток лояльных клиентов, которым нравится наша продукция, и, главное, люди сразу видят результат комплексного хода. И мы видим перспективу для себя продвижения этих комплексных наборов, и проведение сессии является отличным инструментом для рекрутирования. Это очень важно, и этот метод, действительно, тоже по достоинству занимает у нас не последнее место. Мы активно применяем его в своей структуре. И, естественно, красота внешняя, которая у нас есть, да, не... которую мы обеспечиваем с помощью, в том числе, и комплексного ухода, невозможно без внутренней красоты, которую нам дает продукция Wellness. И с этой категорией мы давно и тоже успешно работаем. На данный момент четвертая часть объема продаж моей структуры – это Wellness. Более того, что в летний период в этом году у меня выросла персональная структура, 9% группа, это более 1000 баллов, буквально там за 2-3 каталога, которая только употребляет Wellness. И мы приглашаем... Наше приглашение состоит в том, что мы зовем людей... Ну, и на продукт послушать, да, о продукте, и приглашаем на взвешивание веса метонита. Многие уже о них слышали, применяют в работе, они позволяют определить состояние человека. И здесь у нашей команды тоже есть свои наработки. Мы выучили ряд презентаций, потом стали отрабатывать их друг на друге, подключали гостей, первыми были наши консультанты, потом они стали приглашать своих знакомых, и таким образом мы организовали Wellness-клуб. И это получился у нас еще один замечательный метод для рекрутирования. Следующий метод, который был в нашей статистике, это метод работы интернет и телефонные приложения. Мне очень понравилось, недавно я услышала выражение, его сказал Герман Греф, каменный, это руководитель Сбербанка. Он сказал, каменный век закончился не потому, что закончились камни. И действительно, мы не должны стоять на месте, но каменный век закончился, мы тоже должны идти в ногу со временем, как и наша компания, которая даже может быть опережает в каких-то моментах многие другие компании. И хотим соответствовать тоже этим темпам. И хотим заинтересовывать своими возможностями тех людей, которые приглашаем, в том числе и онлайн методами. И сейчас мы добавили эти методы в нашу работу через социальные сети и мобильные приложения. Для того, чтобы обеспечить еще больше поток людей в нашу команду, на презентации, на мероприятия, на вебинары, остановлюсь на методе рекрутирования и коммуникации в таком, как мобильные приложения. Это такие как WhatsApp, Viber, Link, Line и есть еще другие приложения. Их около 10 в России. Эти приложения, они позволяют обмениваться сообщениями и назначать встречи. Например, вот в приложении Link есть люди, показаны от вас не в городах, а в километрах. Это очень интересно. И там есть группы по интересам. Вы можете выставлять свои предложения как в статус, так и отправлять этим людям перепиской. Для завязывания беседы, например, мы используем вот такой текст. Вы пользуетесь декоративной косметикой? Если да, то какой? Такой вопрос позволяет развить беседу. Не просто ответить да или нет, но развить беседу, да. И тоже есть у нас положительные результаты от этого метода. И предлагаем возможности заработка тоже здесь же. И хочется мне сказать небольшое резюме подвести к методам работы. Я не встречала в Рифлем людей, которые бы говорили, что мы много рекрутировали, это было систематически, и у нас не получилось. Надо обязательно наладить массовое рекрутирование и делать это постоянно. Тогда количество будет перерастать в качество, потому что количество, качество без количества все равно не будет. 5% по статистике MLM-компаний откликнется на ваше предложение. Поэтому, чтобы из этих 5% пришли к вам действительно сильные лидеры, для этого нужно приглашать большое количество людей. тем более у нас действительно есть чем гордиться. Не отходится, не отходится, конечно же, и без каких-то ошибок, без определенного опыта. Но ошибки это действительно то, что нам дает возможность анализировать и улучшать нашу работу. Главное делать правильные выводы, а не бросаться в какие-то крайности. И начинать, конечно же, нужно с себя. Тогда это будет правильно оцененная ситуация. Всех зарегистрированных и новичков, и рекрутов мы сразу вовлекаем в командные мероприятия. Даже если мы едем куда-то на экскурсию, мы приглашаем наших знакомых, еще которые в Арифлейм не зарегистрированы. И после того, как они посещают наши мероприятия, съездят с нами на экскурсию, входят с нами на выложку какую-то на природу и хотят к нам попасть в команду и зарегистрироваться. Тоже такой замечательный метод приглашения людей. Что хочу сказать вам в конце своего выступления. В текущем году я планирую закрыть звание старшего директора, конечно, ну и открыть два новых звания. Золотой директор и старший золотой директор. так как в планах моей команды они все меня поддерживают. Это поездка на менеджерскую конференцию и на золотую юбилейную конференцию. Я вам желаю ставить большие цели и добиваться того, чего вы хотите вместе с вашей командой. Великолепного вам здоровья и оптимизма. спасибо до свидания. Спасибо большое Лена за представление. Скажите пожалуйста давайте проверим с вами звук. Видите ли вы уже меня? как меня слышно? Нигде ли у вас не фонит? Чтобы мы с вами нормально могли пообщаться? Потому что все что я буду сегодня рассказывать это я буду рассказывать на своем личном примере и говорить о том как я работаю что я делаю лучше не знаю насколько это будет важной для вас информацией но поверьте мне я постаралась собрать именно воедино то что я делаю для того чтобы поделиться с вами своим опытом честно говоря название такое страшное моей темы прямо как в каком-нибудь университете но я попробую разложить это вам как можно проще Леночка ты мне слайды будешь переворачивать правильно я понимаю давай следующий слайд давайте с вами познакомимся меня зовут Ольга Полякова я проживаю в городе Липецке я сейчас нахожусь звание старшем латой директор да у меня три дочери и младшая совсем еще маленькая ей полтора годика и я можно сказать нахожусь в третьем декретном отпуске мы с мужем вдвоем работаем в компании Арифлейм мы оба индивидуальные предприниматели и мы оба занимаемся этим бизнесом мы его очень любим мы его уже делали по-разному по-всякому разными методами работали и что мне нравится то что в этом бизнесе мы можем применить свою кипучую творческую энергию вот и сегодня я буду именно рассказывать как я строю этот бизнес в бизнесе я уже очень давно Лен можно следующий слайд я сейчас предприниматель но первая моя специальность я музыкант по образованию я закончила наш колледж искусств и 5 лет уже я работала артистом оркестра да вот такая у меня специальность и заканчивая я работаю на самом деле с наверное 15 или 16 лет то есть я работала и в 19 лет я была заведующая пионерским лагерем если вы помните что это такое вот и работая музыкантом то есть я что-то себе искала потому что я понимала что музыкант это куча разных ну назовем так халтур на музыкальном языке то есть это очень много разных работ которые совершенно не оплачиваются да это относительно свободный график но он свободен только для того чтобы набрать новых работ если у нас есть сейчас в чате музыканты напишите мне пожалуйста те кто по образованию музыканты напишите мне то ли я говорю правильно или я это говорю то есть меня брали музыкальную школу я посмотрела что это максимум я могла там стать заучим я могла пойти у нас есть такой очень серьезный знаменитый ансамбль казаки России в нашем городе я могла работать там музыкантом но мне очень четко поставили там условия чтобы я не рожал до 27 лет но как вы видите я мечтала всегда иметь детей вообще дети это очень большая часть моей жизни я тоже немного об этом вот сейчас вам расскажу и я пошла после музыкального колледжа я поступила в юридический институт знаете когда я пришла работать стажером в коллегии адвокатов для меня это было вообще потрясение потому что я попланировала ну знаете делать какие-то важные вещи в своей жизни даже пусть и стажером но я постоянно ходила покупала пирожки зарплата у меня была просто копеечная и мне давали какие-то очень грубые указания отселить какие-то бумажки ну знаете я просто это не выдержала и для меня этого хватило там на несколько месяцев и в это же время меня пригласили в компанию Арифлейм мне сказали что это знаете как меня пригласили это европейская компания и представительство у нас находится в Воронеже а Воронеж у нас от нашего города 100 километров и я сказала можно мне тоже туда расскажите мне что это такое и мне сказали да нет вот поехали в эксцентр и тогда там все посмотришь я поехала конечно я же была очарована я конечно же сразу зарегистрировалась но я купила продукции себе там на энную сумму ну на 200 баллов скажем так и я сказала меня не трогайте я в институте на сессии то есть я самый обычный новичок я всегда привожу это в пример я не могу себя назвать каким-то там таким лидером лидером знаете вот я вот пришла и сразу все поняла ничего подобного я пришла и я только год была я пробовала двух подружек своих уговаривать чтобы они пришли ко мне в команду мне же сказали что людей приглашать я такая амбициозная я их уговариваю они мне не соглашаются кому знакомо они говорят ладно потом 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 вот и в общем в итоге за год работы у меня где-то была группа ну процентов так 6-9 плавочный такой объем продаж и я посетила семинар через год мне предложили поехали в Москву ну как бы весело почему бы не съездить в хорошей компании поехали в Москву и вышла Томила Полежаева это мой вышестоящий спонсор я в их ветке нахожусь и она вышла на сцену когда и сказала что встаньте пожалуйста те кто сейчас директора и понимаете вокруг меня встает весь зал и я понимаю что я такая умная сижу и что простые люди которые вот собирались в этом зале рассаживались они все простые директора я что-то не то делаю или я как-то не так отношусь к этому делу и конечно я пришла домой и я начала каждому вообще встречному рассказывать что здесь можно заработать денег ребята вы понимаете здесь можно заработать денег и у меня через 5 месяцев был объем продаж в структуре 10 тысяч баллов и просто работать в компании Алифлейм если не заморачиваться на самом деле не вкладывать какие-то не грузиться понимаете ну если на современном языке называть просто работать в Алифлейм нужно просто говорить людям что здесь можно заработать денег и в 2001 году через 2 года после регистрации я уволилась со всех работ я сказала маме что я не буду не музыкантом и уже к сожалению не юристом в юридическом институте я сказала я была отличницей первые 3 года вот а потом я сказала ставьте мне пожалуйста что хотите я точно не буду юристом я вас не опозорю нигде ни в одном суде ни в одной фирме потому что вы не будете краснеть за те оценки которые вы мне поставили я ухожу я становлюсь предпринимателем я просто вот заканчиваю институт 10 тысяч баллов у меня получилось через 5 месяцев после того как я осознала что к этому моменту как работа нужно относиться серьезно с тех пор я предприниматель и у меня было два декрета ну вот в этом промежутке родились две старшие дочки и момент прекратила работу свою оффлайн то есть у меня уже была большая структура но я не работала потому что у меня были они погодки и они очень много сил у меня отнимали и поэтому на то время у меня на несколько лет мой рост бизнеса прекратился но в 2007 году ну я уже вернулась именно в бизнес серьезно, активно я набираю что такое активно я называю это значит что я имею ответственность набирать новых людей это значит что я могу о них позаботиться и вот с тех пор я предприниматель и клуб предпринимателей наш взлет может быть вы о нем уже слышали там может быть из видеороликов слышали это сообщественные предприниматели которые объединились чтобы помогать расти друг другу и причем партнерам друг друга то есть не только я молочу вот свою структуру а я стараюсь для всех и мы открыты внутри структуры наши вот эти предпринимательские структуры директорские они открыты друг для друга и кто какие наработки находит мы ими делимся внутри структуры и очень сильно но это помогает всем и каждому развиваться если говорить сейчас да наши цифры спасибо лену за слайд от прошлого года я специально посмотрела цифру 16 процентов приросла вся структура у нас от января 2015 года средний заказ меня самой поразила эта цифра когда я ее вывела вырос от прошлого января на 112 процентов знаете ребят я поняла в этом году что нет такого понятия как январь ну что что январь а можно брать и работать и действовать и даже средний заказ если грамотная коммуникация вот о которой я вам буду сегодня рассказывать средний заказ прирастает 12 сервисовых пунктов обслуживания мы называем собственных это значит у нашего клуба взлет то есть это у лидеров моей структуры и мы провели 14 звездных лидерских семинаров средний заказ мой 92 балла был где-то 40 там с чем-то то есть вырос вот в два раза это в январе конкретно а можно следующий слайд Лен у меня к вам вопрос что вы видите на этом экране я вижу что вы очень активны в чате и пожалуйста напишите мне сейчас именно что вы видите и какие впечатления вот этот слайд он на вас производит спасибо за ваши ответы кто-то видит кляксу кто-то видит художественное искусство кто-то видит картину кто-то видит белый лист можно следующий слайд потому что очень важно понимать что вы видите в этом бизнесе то вы и получаете себе в ответ потому что 90% вашего успеха зависит от того что у вас внутри 10% успеха зависит что снаружи что у вас внутри то к вам и потянется такие люди потянутся такие лидеры потянутся так обстоятельства будут складываться это уже не я придумала это уже много-много-много на эту тему я уверена вы слышали и можно следующий слайд обязательно смотрите шире потому что давайте несколько слов почему я считаю компанию Арифлейм именно идеальным партнером потому что это компания единственная вот на мой взгляд сейчас компания которая дает нам возможность строить бизнес в интернете без каких-либо заморочек то есть после регистрации на сайте вы получаете на сайте что личный кабинет в котором вы видите все отчеты компания перед вами отчитывается о вашей работе очень развитая инфраструктура СПО сервисные центры компания всеми силами стремится к сервису мирового уровня полвека на рынке это тоже очень сильно и для меня это очень важно потому что когда вы идете спрашивать совета у кого вы будете спрашивать совет у трехлетнего ребенка или у мужчины которому 50 лет конечно мы знаем что человек которому уже опыта 50 лет как и компания которая 50 лет я это называю кризисоустойчивая то есть она знает уже у нее уже опыт не просто хорошо работает на волне а у нее опыт работает в кризис и в этом случае мы можем быть уверены что если какие-то катаклизмы происходят в ваших странах я вижу что вебинаре не только с Россией но из разных стран сейчас находится лидер не важно что происходит в вашей стране компания она умеет она гибкая она умеет именно подстраиваться под изменившиеся условия и мы всегда будем защищены в этой компании отсутствие стартового капитала это означает отсутствие финансового риска оптимальная цена и качество продукции для меня это тоже очень важно потому что мы пользуемся продукцией которая действительно в которую компания вкладывает душу и каждый разработчик вкладывает душу в эту продукцию для меня очень важно что нет задержек с выплатами у нас 17 зарплат в году плюс компания радует бесконечно у нас премиями не только директорскую структуру но и менеджерскую именно линию то есть каждый менеджер имеет возможность тоже получать премии и идя по лестнице успеха плюс к своей зарплате получать дополнительные деньги знаете сейчас я знаю на работах урезают деньги компания реклама нам добавляет и я считаю что это очень важно ты можешь совмещать с детьми ты можешь совмещать с основной своей работой не обязательно бросать и мало того что ты получаешь свой доход еще и компания тебе дополнительно еще премии поддает что на основной работе довольно трудно получить премию доставка любую точку россии и мира я уже это сказала и вы можете регистрировать партнеров своих совершенно в любой стране для меня это тоже сейчас очень важно мне очень интересно общаться с людьми из других стран рекрутировать их разбираться в их программах компания рефлэнч что она им какие акции предлагает это очень здорово и то что наши на клуб взлет он расширяется и он становится международным благодаря вот новым компаниям арифлейм и что для меня тоже очень важно эта компания позволяет построить бизнес передающийся по наследству потому что мне нравится осознавать то что то что я делаю будет жить после меня мне нравится осознавать то что я должна это дело делать серьезно не просто так ради галочки не просто так чтобы заработать пару тысяч или пару десятков тысяч а я должна подумать я должна поучиться я должна очень серьезно настроиться на то чтобы моим детям что-то осталось после меня на то чтобы строить бизнес так чтобы он был стабильным чтобы он был надежным И вот коммуникация, да, моя тема, она тоже очень большую роль здесь играет. И еще несколько слайдов. Арифлейм – это идеальный партнер, потому что оплачивает кредит на ваш автомобиль. Это премии для директоров от 3 до 9 тысяч. И благодаря работе компании Арифлейм у нас в семье две машины, и мы очень мобильны с мужем. Можно следующий слайд? Идеальный партнер. Вот, хотела вам один слайд, всю квартиру не стала показывать. Это вот моя ванна. Благодаря компании Арифлейм мы купили квартиру сначала в 30 метров. Мы в ней не жили даже. Мы сдавали, снимали жилье, но более красивое, да, более, как назвать-то, широкое, более большое по метражу. И потом мы продали квартиру, купили двушку 47 метров. Мы в ней жили совсем немного, тоже пару лет, наверное, потому что муж у меня называл ее «Побводная лодка». У нас было уже двое детей. Знаете, это такая хрущевка, но она наша была, хрущевка, купленная на деньги от компании Арифлейм, заработанная. Если кто, знаете, да, что такое хрущевка? Это, знаете, как муж мой говорит, это если кто-то проходит, остальные должны сидеть. Если четыре человека в семье, да, если вы там один живете или вдвоем, то тогда да, а если вот вчетвером, то один идет, он уже загораживает весь проход. Вот в этой подводной лодке мы жили там около трех лет, ну, два там с чем-то года. И я уже не выдержала, я сказала, давай, давай мужу своему зарабатывать. И да мы заработали, мы купили квартиру около 100 метров. И мы настолько ее наслаждались, что мы первые несколько лет даже не делали ремонт, там тоже пару лет. И вот в прошлом году мы сделали ремонт, вот это вот моя ванна, когда-то у меня в Крущевке была такая ванна, кухня, как сейчас у меня ванна. И мне не нравится, когда говорят, что вот мне дала компания Арифлейм квартиру. Нет, квартиру я заработала сама в партнерстве с компанией Арифлейм. Но у меня такой партнер, который дает мне возможность на это заработать, не только на квартиру, но и на ремонт в этой квартире. И если вы сейчас снимаете жилье, есть у нас кто-то, кто снимает жилье, напишите мне, пожалуйста, сейчас в чате. Вот начинайте по чуть-чуть, заработайте, поставьте себе цель, просчитайте. Все реальное. Мы снимали квартиру с мужем, по-моему, 8 лет. За 8 лет мы сняли 10 квартир. Я знаю, что это такое, когда гость нельзя вбить в своей собственной квартире, в стену. Когда это все не твое, но вы можете, вы находитесь в том месте, в котором вы можете заработать именно себе на собственное жилье. Я как девочка, я говорю себе, я как женщина, для меня всегда жилье, оно было, вот знаете, как вот маяк. Я все время говорила, что я обязательно заработаю квартиру, у меня будет 100 метров именно в компании Арифлейм. Можно следующий слайд? Вот Света Илюсина в чате у меня. Это тоже менеджер, сейчас новый старший менеджер моей структуры. Она заработала деньги в Арифлейм, тоже купила в нашем городе двухкомнатные квартиры. Это очень здорово, что не только я могу это сделать, но и мои партнеры, люди, с которыми я работаю, которых я обучаю, они тоже это делают. Дети, вот как я вам уже говорила, идеальный партнер компании Арифлейм, потому что я имею и время, и деньги для того, чтобы развивать своих детей. Сейчас наш такой век, глядя вот на моих знакомых, либо нет денег, и мама с ребенком, она им занимается, она вот над ним нянчится, она, конечно, читает ему книжки, она, конечно, старается его развивать. Но все равно самая любящая мама, она никогда не даст того, что может дать профессиональный преподаватель. А профессиональный преподаватель, он именно дает в узком направлении, и наши дети, они занимаются в большом количестве направлений, большим теннисом и художественным чтением, плаванием. Они выступают, ну, рисуют картины, занимают местами, да, ну, то есть это все, что тоже я благодарна компании Арифлейм за это. Можно следующий слайд, еще про детей я несколько слов буквально скажу. У кого есть дети, напишите, пожалуйста, сейчас в чате. И знаете ли вы мечты своих детей? Вот у ваших детей есть мечты? Вот я вам буквально несколько слайдов, несколько фотографий. У меня, вот мы каждый день рождения своих детей, мы стараемся проводить как-то интересно и как-то особенно. Ну, аниматоры, да, вот у нас, вы видите там на слайдах, мы снимаем какие-то помещения, приглашаем аниматоров, мы стараемся делать что-то интересное не только для своих детей, но и для всех друзей наших детей, которые приходят. И мы отмечали день рождения в Египте, наши дочки, вы видите вот на правом слайде. Но я особенно хочу сказать вот про левый слайд с Дедом Морозом. Вы посмотрите на глаза детей. Мы ездили в Швецию, в парк, в дом Деда Мороза. Моим детям уже 11-12 лет, и знаете, они до сих пор верят в Деда Мороза. И я, мне это очень радостно, потому что эту сказку тоже, ну, я им помогаю сделать. Им все говорили кругом, во всех многочисленных кружках, все дети нормальных родителей, они им говорили, ну что, какой Дед Мороз, он не существует. И наши дети, они приходили к нам, смотрели на нас, говорили, а правда вот нам говорят, что не существует. А я говорила, что существует, что есть, и мы вам покажем. Мы отвезли детей именно на день рождения к Деду Морозу, в Тонтелент называется, и вы можете видеть, он вышел прямо к нам, и он проходил по столикам, и дети реально, они сейчас до сих пор верят, что он существует, и они реально его увидели. Они исполнили свои мечты. Можно дальше? Да, вы меня простите, что я так вот, наверное, увлекаюсь вот этим, но я считаю, что это важно. Это то, о чем я вам сказала в самом начале, это та самая клякса. Вы считаете, что важно, какое правильное слово сказать человеку, а я считаю, что важно то, что у вас внутри. Какой вы, Арифлейм, несете людям. Вот я несу вот такой Арифлейм людям, а вы задумайтесь о том, неважно, какие слова я скажу, если я буду рассказывать о том, что у меня Арифлейм, это вот это, понимаете? И когда я об этом говорю, тогда люди, человек не верит, и они понимают, что да, Арифлейм, это вот это. Это идеальный партнер, потому что он возит в путешествие по миру. Первый раз я поехала за границу в 29 лет. Мне муж говорил, ты начинь что-нибудь попроще, с Турции, там, с Египта, когда вот мы только подходили к этому. И, понимаете, я говорил, я про себя думала, ну а мне хотелось бы что-то вот особенное, первое путешествие, чтобы оно было особенным. И первое моё путешествие, оно было на Канарские острова в 2007 году с компанией Арифлейм. И с тех пор мы посетили уже много стран очень, и с детьми, и бесплатно за счёт компании Арифлейм. И для меня компания Арифлейм идеально партнер, потому что она открыла для меня эти границы. Можно дальше? Следующий слайд, не буду я вас раздражать, не буду останавливаться так сильно на этом. Вот это то, что я хочу вам сказать. Расширяйте своё сознание, убирайте свои стереотипы и переставайте смотреть телевизор. И именно смотрите шире на работу компании Арифлейм. Это не просто сказать правильные слова и добавить человека к себе в структуру, ещё одну фамилию, ещё одну строчку. Нет, это то видение, которое вы несёте, это то, что вы можете дать именно людям. Давайте дальше. Исполняйте мечты своих детей. Арифлейм – это бизнес-цифра, а не буквы. Давайте немного по цифрам пройдёмся. 5% базы активных консультантов по статистике строит бизнес. Я беру статистику именно по нашей Липецкой области. У нас население 1 170 000. 5% от общего числа жителей – это 58 400. Соответственно, сейчас, на данный момент, я не знаю точную цифру, ну, приблизительно, я взяла в Липецке 50 директоров. Если мы умножим на 300 человек структуру каждого директора, то мы видим, что 115 000 человек уже задействованы в Арифлейм. 58 400 минус 15 000 – это получается 43 400 человек, 5% бака. Сейчас я говорю с экономистами, пожалуйста, да, до этого эмоциональная сторона была, кому-то это интересно. Пожалуйста, цифры. 43 400 человек у потенциально может быть директорских структурах. Это значит, только в одной Липецкой области потенциально, не напрягая окружающих. Только 5% будет строить бизнес в Арифлейм и покупать компанию Арифлейм. Это 145 директорских структур. Можно следующий слайд? И если мы возьмем эффективные инструменты, то представьте себе именно потенциал России. Если только в одной Липецкой области может быть еще в два раза больше директоров, сколько может быть в России. Давайте следующий слайд. Давайте теперь об инструментах. Какие я использую, какие вы можете использовать. Совсем недавно было вот так. Да, у кого было хоть что-то из этого слайда, ставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Дисковый телефон, запорожец, пленочный стопорат. И что важно понимать? Мы растем, мы развиваемся. Как я уже сказала, у нас очень инновационная компания. Мы должны идти в новую компанию, мы должны идти вместе за ней. Мы же не отказываемся, вот внимание, да, мы же не отказываемся от телефона, только потому что устарел аппарат. Мы просто меняем его на другой телефон. Мы же не отказываемся от фотоаппарата, да, простите, да, от фотоаппарата, потому что устарел именно пленочный фотоаппарат. Мы меняем его просто на другой фотоаппарат. Мы меняем машину на другой машине, стиралку, да, на другую стиралку. И таким образом мы просто меняем инструменты одни на другие. Делать мы продолжаем то же самое. Давайте дальше. Следующий слайд. И что мы видим сейчас? Сейчас в одном нашем гаджете, в таком гаджете умещаются вот эти все функции, которые раньше умещались. Нужно было обставиться. Видеокамеры вот такие у первых лидеров были, снимали на видео. Компьютеры огромные, сотовые телефоны были, дисковые. Сейчас именно все это умещается в одном гаджете и можно с помощью этого одного гаджета даже строить бизнес. Я не говорю о том, что вот надо совсем отказаться от методов там оффлайна. Они классные, они очень хорошо работают, но взять онлайн себе в поддержку нужно именно обязательно. Можно следующий слайд? И моя структура работает уже два года, очень сильно применяет онлайн в своей работе. И я могу сказать, что это очень серьезный и очень кропотливый труд. Но вы можете потихонечку осваивать инструмент за инструментом. Это иллюзия, что онлайн вы сели, вот пальцем потыкали и все к вам прибежали. Понимаете? Нет. Онлайн вы тоже должны о себе заявлять. И компания дает нам очень хорошие тренинги по работе онлайн. Вы тоже должны себя как-то презентовать, вы должны себя показывать, вы должны владеть какими-то инструментами. И если вы начинаете свое образование и вы начинаете именно осваивать эти инструменты, потихоньку вы внедрите их в свою структуру. Моя тема сейчас это не рекрутинг. Я вот немножко вам сфокусирую вас, потому что тема рекрутинг это была тема предыдущего спикера. Моя именно тема это как работать со структурой, которая у вас появляется. И я вам сейчас буду рассказывать об этом. Во-первых, мы обязательно делаем фокус на поддержку компании, потому что я всегда говорю, я предприниматель, я открыла свой магазин, например. И для того, чтобы мне простимулировать людей прийти в мой магазин, я должна объявить какие-то акции из своего кармана, выложить деньги на подарки. Здесь все это для нас делает компания. Понимаете? Компания обеспечивает ваших новичков подарками по стартовой программе. Компания обеспечивает вас поездками за границу, ваших партнеров. Ваша задача, что делать? Это коммуницировать. Не нужно идти все это закупать и это все предлагать и где-то складывать у себя под диваном. Ваша задача только одна. Ваша задача это все только коммуницировать. Следующий момент. Это разделение рынка труда и рынка продуктов. Мы давно уже это очень начали делать. И я считаю, что это правильный именно подход. Мне он больше всего нравится. Если я приглашаю потребителя, то я работаю с ним на потребление и я его обслуживаю как клиента, только он берет сам именно у компании. Если я приглашаю человека на бизнес, то я работаю с ним на бизнес. Пример, чтобы вам было понятно, о чем я говорю. Если вы приходите в кафе попить кофе, и вам очень нравится кофе, и у него такой аромат классный, и вам кафе нравится, и человек в этом кафе нравится, но вы приходите за чашечкой кофе туда, а вам начинает этот человек, хозяин кафе, который за стойкой одновременно стоит, он начинает вас грузить. А если ты приведешь кого-то еще выпить кофе, то тогда мы дадим тебе кофе бесплатно. А ты говоришь, ну я, конечно, бы и хотел бы бесплатный кофе, но в принципе только... А еще у нас есть карьерная лестница, и если ты приведешь много людей пить кофе, то ты будешь кофейный король вообще у нас. Понимаете, и в этот момент мы можем потерять потребителя, который только пришел пользоваться продукцией. И поэтому на первоначальном именно моменте, вот на первоначальной коммуникации с потребителем очень важно понять, простите, с человеком, который к вам регистрируется, очень важно понять, он только приходит продукцию брать себе, или действительно ему нужны возможности, у него есть потребности. И вот в этом случае, как это сделать просто? Да, вы можете дать информацию. Да, мне хочется, чтобы мне дали информацию о двух кружках, кофе бесплатных, который я получу. Но я не хочу, чтобы мне эту информацию давали много-много-много раз. И поэтому вот у меня рекрутинг, у меня мои потребители, они остаются надолго, они делают 100 баллов, 150 баллов, потому что они видят информацию о том, что есть возможности, к ним приходят оповещения на вебинары, но я их не дергаю без конца, именно что давай строить бизнес. Я ищу новых, следующих людей, которые именно будут, которые именно будут заинтересованы в этих возможностях, которым им будет нужно. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. То есть у нас группы разные в ВКонтакте. Группа для потребителей – это одна, группа для тех, кто строит бизнес – это другая. У нас приглашения разные, тексты разные, и поэтому вот на эти две разные категории мы работаем по-разному. Каждый спонсор – тренер. Вот теперь у меня к вам вопрос. Если я вам сейчас… Вот расскажите мне, вы знаете вот яичницу как готовить? Вот какую вы любите яичницу готовить? Напишите мне сейчас в чате. Пока попью, сейчас секунду. Смотрите. Вы пишите и смотрите в чат. Глазуни, омлет с помидорами. С луком. Здорово. Все захотели кушать. Сейчас уже велмус вечер у нас начнется. Отлично. Вот каждый спонсор учит бизнесу по-своему. Есть инструкции, четкие, определенные, на которые мы опираемся. Вот как хозяйка. Она учит готовить свою яичницу. Вот так же каждый спонсор. И я, как лидер структуры, я не лезу в работу спонсора. Если я хочу в какой-то момент в своей работе скорректировать, как мне бы хотелось сделать правильно, я сделаю по этому моменту инструкцию. Может быть, это будет видеоинструкция. Вот яичницы тут запарились. Давайте поехали дальше. Может быть, это будет фотоинструкция. Может быть, это будет текстовая рассылка, письмо на почту, не важно. Но я делаю инструкцию, если мне нужно что-то скорректировать. Во всех остальных моментах я не лезу. Я даю возможность людям вырасти, проявить свою самостоятельность и проявить свое творчество. Ну, наверное, потому что я сама творческий человек. Поэтому каждый спонсор в нашей структуре, он тренер своих собственных партнеров. Постоянное обновление стратегии работы. Но сейчас рискуют те, кто не меняется. Мы в нашем клубе взлет, мы любим перемены. У нас постоянное обучение, вебинары. Мы постоянно ищем новую информацию, ей обмениваемся. И мы стараемся использовать простые ресурсы, бесплатные и дуплицированные. Может, следующий слайд. Основные каналы коммуникации. Ну, самых основных у нас два. Я вам сейчас их назову, и они открыты для всех. Вы можете им пользоваться. У нас группа в ВК, это Reflame взлет. Она так и называется. И мы всю продукцию, и всю продуктовую коммуникацию, акции компании, мы все именно ведем туда. Мы каждого новичка подключаем в эту группу Reflame взлет. Потому что я знаю, что я могу именно дать туда информацию, и мой новичок, мой партнер, он ее оттуда увидит. И я могу сделать репост тебе на стену именно этой информации и новичку. Я сейчас, возможно, дальше, вот вы просили теперь технику. Я вам сейчас буду говорить технику. Если вам будут какие-то слова непонятные, вы просто их записывайте. И потом посмотрите в гугле, в поисковике. Он выдаст вам любую информацию по моим словам. И вот эта группа Reflame взлет. Из нее можно кинуть любому новичку сообщение. И там же я выкладываю свои видеоролики. Сейчас я расскажу чуть попозже. Можно следующий слайд? Канал предпринимателей взлет. Но очень просто. Найти группу открытая и канал открытый. Пожалуйста, добавляйте. Канал предпринимателей взлет – это наш видеоканал, через который тоже мы ведем видеокоммуникацию. То есть, если через Reflame взлет мы ведем текстовую коммуникацию, то через предпринимателей взлет у нас ведет видеокоммуникация. И я тоже вижу, что очень многие люди подписаны на этот канал. Пожалуйста, пользуйтесь роликами. Я читаю все комментарии там. И мне нравится на самом деле то, что я делаю. Я начала делать это совершенно случайно, эти видеоролики снимать. Я вижу, что они востребованы, что их смотрят. Ну и здорово. И я вот думаю, что... Сейчас чуть позже я об этом скажу, что они тоже играют очень большую роль именно вот в нашем среднем заказе. Можно следующий слайд? И теперь основная коммуникация, которая ведется в нашей структуре. Это вот пять видов я могу назвать, на что опирается. Это стартовая коммуникация, то есть то, что мы даем новичку после регистрации. Это мотивационная коммуникация. Это тот поток, в который новичок, наш партнер, наш входит. То есть мы подключаем к разным каналам, и он мотивируется постоянно, потому что все мы люди, и я тоже. У меня может быть хорошее настроение, а на следующий день у меня, может быть, что-то мне испортило настроение, да? Может, какой-то неприятный разговор даже в работе онлайн там был, или оффлайн. Но я могу войти в те же самые мотивационные потоки, и тут же у меня поднимается настроение, потому что надо уметь поднимать свою энергию, потому что за вами идут люди, и если ваша энергия будет на нуле, то тогда вы не сможете вести за собой людей, они будут это чувствовать. А вот в том числе на нашем канале предприниматель сделает там целый плейлист, называется мотивация, может туда прям войти и смотреть, и смотреть, и смотреть. Сейчас про все расскажу, прям по пару слов. Оффлайн коммуникации тоже скажу сейчас, и чек-листы, это мои чек-листы, сейчас тоже про них упомяну, и продуктовую коммуникацию. Можно, Лена, следующий слайд? Чек-листы у меня трех видов. На год это мои цели. Я сейчас говорю о себе. Если вы хотите строить бизнес, вот мое личное мнение, нужно брать, в первую очередь, лидерство над собой. Если вы не можете себя заставить работать, то что говорить о структуре? Если мы не можем повлиять на себя, как мы можем повлиять на кого-то? Можно, ну как, есть такая очень хорошая фраза, мне она нравится, начни делать зарядку, да, и через месть тебя начнут бояться твои враги. Это почему? Потому что вы берете лидерство над собой. Вот именно сегодня сядьте и напишите себе цели свои на год, если у вас они еще не написаны. Я уверена, что у многих из вас они есть. И я секрет свой открою, я их переписываю. То есть их можно перечитывать, их можно вешать в коллаже, мне больше нравится переписывать. Я сажусь каждый день и переписываю свои цели, и они, да, не сбываются. Можно следующий слайд. Чек-лист мой на каталог. В определенный момент я поняла, что я делаю каждые три недели одни и те же действия. То есть одни и те же действия я делаю на первой неделе, на второй неделе и на третьей неделе. То есть какие действия? И я просто села и задумывала, что такое чек-лист. Вот в моем понимании, да, сейчас, чем он отличается от ежедневника. Чек-лист – это то, что вы делаете постоянно, одно и то же. Ежедневник – это то, что вы себе еще подписали, там, зайти коммунально оплатить, ребенка куда-то отвезти, да. Это вот то, что у вас меняется за дня в день. А вот чек-лист – это то, что вы делаете ежедневно. И я поняла, что я на первой неделе каталога ежекоположно. Делаю то, что запускаю новый каталог. Это вебинары по запуску каталога, это вот эти видеоролики, монтаж. У меня это отнимает много времени. Это потом рассылка всего этого по структуре. Рассылки две. Вы можете использовать любую рассылку, которая есть в интернет, плюс рассылка на сайте Арифм, если вы от уровня старшего менеджера. Я вот через эти две рассылки всю эту продукцию начинаю коммуницировать, все эти акции. И на первой неделе каталога я подвожу итоги предыдущего каталога. Это очень важно. Обязательно нужно собрать все с кучей. Люди работали, люди старались. Я очень благодарна своему клубу «Узбит». У меня просто потрясающе работают партнеры. И они все разные. И они все такие замечательные. Я горжусь их работой и их самоотверженностью именно на почве предпринимательства. Это люди реально независимые. Они реально самостоятельные. То, что я ушла в декрет, они нисколько вообще не дрогнули. И да, какие-то люди, безусловно, ушли. Каким-то людям нужна была очень сильно моя поддержка. Но я горжусь вот тем скелетом нашего клуба, тем вот костяком, который остался и который самостоятельно двигает каждый свой бизнес. Ну а я чем могу, вот помогаю. И надо обязательно каждый каталог подвести итоги. Кто вышел на какой уровень. И эти итоги тоже нужно запустить в рассылке, запустить в коммуникации. Обязательно поблагодарить людей за работу. И обязательно дать признание людям. Потому что признание – это очень важная и правда для каждого из нас. Так, вторая неделя, когда вот это все проходит, вторая неделя, это кроме рекрутинга. Да, рекрутинг я сейчас здесь это не называю. Вторая неделя я как лидер занимаюсь работой с активными. Это те, кто первый, второй, три каталога без заказа. У меня все отчеты нам дает компания Reflame. Очень просто с этим работать. Открываете отчеты и начинайте коммуникацию. Да, тем способом, которым вам удобно. И на вторую неделю я начинаю прорабатывать акции. Сейчас это идет, как называть, пропадающий балл лояльности, сгорающий. И плюс на терминацию. То есть именно у кого последний каталог. Ну, я думаю, сейчас работы будет в ближайшее время поменьше. Потому что компания Reflame увеличила срок на терминацию. Но, тем не менее, вот те, кто четыре каталога не делал ни одного заказа, с ними можно связываться. И третья неделя – это работа со спящими. Доработка уровней кому-то, чего где не хватает. И SMS – это моя работа со структурой. То есть здесь уже идут конкретные SMS-ки. Здесь уже идет личное общение. Если люди еще не делали заказы, если они еще у меня в спящие, да, уходят, я начинаю с ними на третьей неделе уже очень плотно коммуницировать. Можно дальше. Да, сейчас компания продлила сроки на терминацию. Но я думаю, давайте мы дождемся официального заявления именно от компании. И кто спрашивает про рекрутинг? Мой чек-лист на день. Я занимаюсь рекрутингом, я занимаюсь коммуникацией, я занимаюсь видеоконтентом. У меня дом и дети. Все это у меня расписано. Это у меня пять основных таких статей. И в каждой еще у меня несколько пунктов. Это вот мой чек-лист, который у меня лежит на моем рабочем столе. И я себе ставлю крестики, галочки каждый день, чтобы помнить, какие действия я делаю каждый день. Я каждый день занимаюсь рекрутингом, каждый день занимаюсь коммуникацией, каждый день, ну, практически, да, я занимаюсь видеоконтентом. Ну, дом, естественно, у нас у всех есть, ну, женщин преимущественно, какие-то дела по дому и дети. И если у меня что-то где-то начинает проваливаться в какой-то момент, то я понимаю, что я где-то не уделяю этому времени. Я вижу сразу в моем чек-листе, где у меня белое пятно, где у меня нет ни одной галочки. Сколько времени на что? Ну, какие-то дни приоритетнее, где-то больше, где-то меньше. Естественно, когда я монтирую видео целый день после того, как приезжаю, да, все съемки, я не могу вообще ничем заниматься, нет, быстрее выложить видео. А какие-то дни у меня свободные, и я занимаюсь много рекрутингом. Делюсь конкретно, отвечая на ваш вопрос по рекрутингу. У меня ребенку полтора года, и она мне вообще сейчас не дает сидеть за компьютером, и я сижу тогда, когда сижу, работаю онлайн, именно на рекрутинг, тогда, когда она спит 3-4 часа вот днем, слава богу, да, она дает мне поработать. И вечером, после того, как я укладываю спать, насколько меня хватит, я сижу и рекрутирую. Это вот конкретно мой рекрутинг, мой чек-лист на день. Рекрутируем где и везде. Ребят, мы рекрутируем там, где есть люди. Это такие же соцсети, это такие же доски объявлений, форумы, это все то же самое. Важно, я еще раз повторю, что у вас внутри. Вы не хотите это слушать, но это самое важное. Можно дальше следующий именно слайд. Везде, где есть люди. Просто благодаря онлайну нам открылся большой поток людей в нашу квартиру через наш компьютер. Все. И именно это дает нам возможность быстрее и больше коммуницировать с людьми. Также раньше выходили с промо-стойками. Я не говорю, что это плохо. Очень многие заявляют, что это неплохо, это нормально. Корпоратив надежде красиво выйти и коммуницировать с людьми. Важно, как вы это делаете, да, что у вас внутри. И давайте дальше. Стартовая коммуникация. Это человек у нас зарегистрировался. Мы говорим ему, как активировать страницу, потому что это важно. Рассказываем стартовую программу. Размещение первого заказа. Не научите делать первый заказ, в принципе, можете с человеком проститься. Есть процент, который остается, безусловно. Но в основном люди, они как бы мимо проходят тогда. Очень важно разместить с ним первый заказ. Объяснить поведение в СПО. Сейчас хочу обратиться ко всей России. Есть здесь менеджеры СПО? Поставьте, пожалуйста, плюсики, там, исключательные знаки, поставьте в чате. Давайте будем белыми СПО. Вот знаете, можно, я думаю, что Лена на меня воронина не обидится сейчас, что я это скажу. Компания Reflame уже не знает, что с нами сделать. Вот как уже это переподписание, его прекратить. Вы знаете, мне это напоминает, когда первые были банкеты директоров, и я вот была на таком, на семинаре, и были лидеры, первые самые лидеры, они впервые увидели шведский стол. И они вот на этот шведский стол, мы, назовем так, бросались, да, это было давно, сейчас, естественно, этого нет, мы все это прошли, мы все из вот этой вот Советской России, мы это впервые видели. И это было дико. У меня сейчас такое ощущение, что вот люди, которые онлайн регистрируются, вот как на этот шведский стол, они в СПО приходят, да, и там говорят, вау, у нас новые люди приходят. Давайте мы вот сейчас вот все вместе, вот здесь вот 500 человек в нашей комнате, это именно мы сами себе скажем, давайте я буду белым СПО, я не буду предлагать людям переподписываться ко мне, я буду поддерживать. И тогда мы будем сильной компанией. И тогда шведы, они вот так вот выдохнут и скажут, ладно, ребята, слава богу, вы тут перестали бросаться на людей, уже нормально начали активно работать. На всех людей хватит. И все именно, мы все можем работать вместе и поддерживать друг друга. И подключение к информации, то есть это тоже стартовая коммуникация, это подключение, обумолчить, как выходить на вебинар, подключить к рассылкам, да, ну, подключить к группам, ко всем. Ну, это вот стандартно, у многих из вас есть группы, поэтому именно новичка надо подключить к группам. Давайте дальше, следующий слайд. Мотивационная коммуникация уже, в принципе, обо всем сказала. Группа в соцсетях, я занимаюсь постингом, если у вас есть группа, если вы еще этого не знаете, вы можете сесть 2 часа и по таймеру выложить там посты вашу группу на месяц вперед. И они будут каждое там время, во сколько вам нужно выскакивать, и группа будет постоянно-постоянно поддавать новую информацию. Вот, обязательно этим пользуйтесь, это очень сильно разгружает. Вебинары, подключать людей, объяснять, как выходить на вебинары к YouTube-каналу, это в обязательном порядке подключения, потому что, если сейчас подписан на наш YouTube-канал, то, когда выкладывается новое видео, ему сразу же приходит смс-ка на телефон, либо оповещение на почту, что на этом канале выложены новые видео, он сразу же идет и смотрит, не надо ему ничего рассылать. Так, рассылка дополнительная, я уже рассказала, что я делаю, и чаты. Где какие чаты, их тоже сейчас большое количество, и скайп-чаты, я уверена, что вы есть в каждой скайп-чате вашего региона. Это майл-агенте чаты, в социальных сетях чаты. Если у вас даже 2 человека в вашей структуре, создайте мини-чат в той социальной сети, где вы с ними общаетесь, и общайтесь там все вместе. Это очень здорово, это очень мотивирует. Дальше можно? Офлайн-коммуникация. У нас проходят 2 семинара, мы проводим их для своей структуры. Это взлет номер 1, однодневный семинар, где самые растущие, активные предприниматели на структуру делятся своими успехами. И взлет номер 2 уже проводим 10 лет, трехдневный выездной семинар, где мы общаемся, мы даем сильные тренинги, каждый раз мы готовим какую-то обучающую программу интересную, у нас там вечеринки. Ну, это тоже многие проводят семинары, и обязательно посещайте семинары своих спонсоров, либо ищите какие-то выездные семинары, ездите сами, ездите со своей командой. Это очень сильно мотивирует, это очень сильно заряжает, и это вселяет именно командный дух. Можно дальше следующий слайд? Ну, и самое главное, продуктовая коммуникация. Кроме видеообзоров, которые я снимаю на нашем канале о новинках, у нас еще есть сотрудничество с профессиональным оператором. Мне очень нравится, как он работает с нами, потому что он доносит именно наши идеи через видео. И хочу сейчас попросить Лену поставить, мы когда услышали о серии «Новый Эд», сейчас пару слов скажу буквально, ему, мужа моего, это была первая идея, он сказал, что это будет... Спасибо большое, Лен, можно сейчас слайды, я буду заканчивать, да, уже вебинар сегодняшний свой. Ролик называется «Все правильно, все правда о новейдж», канал называется «Предприниматели взлет», и вы можете найти там этот ролик, и у нас есть следующие задумки, именно там же ролики, которые я снимаю, рассказываю об аксессуарах, делитесь этими роликами, добавляйте себе плейлисты, рассылайте клиентам. Я специально стараюсь снимать ролики таким образом, чтобы ими мог работать любой человек, любой команды. Именно, ну, я не даю, там, идите ко мне, или вот мои ссылки на мои ресурсы. Нет, я стараюсь снимать нейтральные ролики, чтобы, ну, ими делиться. Итак, да, можно предыдущий левый слайд, сейчас, где-то там еще, по-моему, было продуктовой коммуникации. Ну, в принципе, практически все, я вам уже рассказала. Группа в соцсетях, продуктовая рассылка двойная с сайта «Арифлейм» и с дополнительных ресурсов. Записки каталогов уже рассказала, «Академия красоты» мы проводим на вебинарах и активно тренинги по продаже. Можно дальше? Следующий слайд. Я хочу сказать вам свое именно вот это впечатление от коммуникации вот от международных конференций. Понимаете, коллеги, компания нам дала сразу два шанса. Один шанс – это снова квалифицироваться на конференцию менеджеров, и обязательно его каждый должен использовать, потому что сейчас на втором каталоге будет решаться, кто именно будет квалифицироваться по второй волне на конференцию менеджеров этого уже лета. У каждого из вас есть этот шанс. Делайте, делайте. Не такие там сложные условия, каждый может их выполнить. И второй шанс, вот я считаю, что тоже компания нам дала шанс на лайнер каждому из нас квалифицироваться, потому что она объявила это именно путешествие гораздо раньше, чем объявляла предыдущие. У нас с вами, у всех есть фора. Мы можем нажать, мы можем именно свою работу спланировать так, чтобы каждый, даже тот, кто сегодня регистрируется, мог квалифицироваться на лайнер. Это международная конференция, это та возможность компании Reflame, которая меня очень сильно привлекает, и которая должен использовать каждый из вас. Можно следующее сказать? Да, и меня это всегда мотивирует. Если не сделаю я, сделаю другие, и они там будут. И поэтому всегда помните о том, что если вы спите, кто-то в это время работает, если вы смотрите сериал, кто-то в это время смотрит вебинар, если вы делаете, там, смотрите ленту в соцсетях, то в это время кто-то изучает новые интернет-инструменты, делают другие в это время, и поэтому всегда об этом помните. Можно следующий слайд? Если вот моя личная мечта, и я свою команду призвала именно вместе вот эту мечту мою исполнить, я очень хочу, чтобы на лайнере, на юбилей компании Reflame я была там не одна, я была вместе со всей командой, с самыми активными, с самыми яркими лидерами моей команды. Я делаю для этого все возможное, и я уверена, что каждый из тех, кто решил попасть на эту конференцию моей команды, тоже делает для этого все возможное. Начинаем уже сегодня вдохновлять, ставить цели и поддерживать свою команду, списать себе чек-листы и брать лидерство над собой и над своей командой. И что я могу пожелать вам именно от себя, то что начинайте изменять свою жизнь, не ждите, когда она изменится сама, оставайтесь в бизнесе как минимум 5 лет, вы же пришли сюда серьезно и серьезно посвятите свой вот этот отрезок жизни серьезному отношению, серьезным действиям в этом бизнесе. Потому что проигравшие, и они не добегают до фиши, до фиши, черты, понимаете? Победителю важно добежать до этой черты, не важно, что кто-то вперед к нему пробежал, кто-то сзади, ему не важно быть первым или последним, ему важно добежать. Поставьте себе эту цель и добежите до нее, именно поставьте себе задачу и действуйте. Учитесь.